Поделиться знаниями, опытом, позитивными примерами и в перспективе начать решать животрепещущие проблемы сообща. Важный диалог между представителями здравоохранения, образования, социальных и других государственных структур с гражданским обществом для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями состоялся в Рыбнице. Мы везде стараемся на максимуме использовать принцип «ничего для нас без нас». В информационно-правовом центре «Виолекс» прошел тренинг для профильных специалистов и поставщиков услуг. Мероприятие нацелено на то, чтобы представители государственных органов власти, и в том числе и медработники, и социальные работники, увидели результаты нашей деятельности в мае-июне месяце о том, что люди с ограниченными возможностями уже подготовлены для первичной консультации, о том, что они готовы, о том, что они хотят работать и заниматься своими правами, о том, что нужен комплексный подход к решению этой проблемы. На тренинге координаторы проекта «Внедрение общинных социальных услуг для людей с ограниченными возможностями» презентовали разработанные руководства по предоставлению общинных услуг, юридической, психологической поддержке и помощи в трудоустройстве для людей с ограниченными возможностями. Это руководство, это результат трехдневного тренинга, это опыт специалистов, которым делились как раз с людьми и обучали их, как консультировать. То есть это психологическое консультирование по принципу равный-равному. И благодаря этому руководству потом в дальнейшем поможет как раз этим консультантам работать, поможет развиваться. И это руководство, мы надеемся, также поможет и представителям госструктуры понять и разобраться, что это такое и для чего эти услуги будут внедряться. В ходе встречи участникам рассказали о результатах ознакомительного визита в Швецию, который состоялся летом 2018 года и был организован Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в Молдове. За 50 последних лет в этой стране создана на 100% доступная среда. Главная цель шведской политики по отношению к людям с особыми потребностями – предоставить им возможность самим управлять своей жизнью и участвовать в жизни общества наравне с другими гражданами. Мы, в принципе, с Ириной все прекрасно успели. И она сначала переживала, как я буду, как я в автобус заеду, как я буду там передвигаться. И она в первый же вечер убедилась, что никаких препятствий нет. То есть заехать в общественный транспорт, добраться до пункта назначения с пересадками и еще и погулять там. Там разные ступеньки, везде есть лифты. Она была, конечно, очень рада. В Приднестровье проживает около 20 тысяч людей с ограниченными возможностями. Льготы, пособия, центры реабилитации, учреждения дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями. Сегодня на государственном уровне делается многое. В ходе тренинга было акцентировано внимание на том, что необходимо изменить подход предоставления услуг людям с ограниченными возможностями – от медицинского к социальному и правовому. Нужен не только медицинский подход, но и социальный подход. Он очень важен, а у нас, к сожалению, он очень плохо развит. То есть то, какое у него социальное положение, сложно ли ему быть в обществе, какой у него семейный статус, есть ли кто-то в поддержке. Потому что есть люди с ограниченными возможностями, у которых нет никакой поддержки. И здесь должен быть хороший социальный подход для того, чтобы понять, в чем ему еще нужна поддержка, кроме как государственных пособий. Данный тренинг, который мы проходим, естественно, очень близко нам, врачам, психиатрам. Часто эти люди сталкиваются с социальными проблемами, с неравенством в жизни. Данный тренинг помогает более широко понять, что нужно делать для таких людей в обществе, каким образом подходить к этому. Потому что даже простейшее внедрение этих пандусов для них очень важно. Тренинг для профильных специалистов и поставщиков услуг был организован Управлением ООН по правам человека при финансовой поддержке Европейского Союза.